Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ЛАБА «Православное Слово». Сегодня наша телепередача будет посвящена предстоящему рождественскому посту. Начало рождественского поста 28 ноября и окончание рождественского поста 7 января в Великий Праздник Двунадесятый Рождества Христова. Сегодня мы поговорим с вами о рождественском посте. Очень хотелось бы напомнить дорогим телезрителям смысл рождественского поста. Если мы возьмем историю церкви, то мы увидим, что рождественский пост был и упоминается у древних христиан. Уже в IV веке святители Амвросий Медиаланский и Блаженный Августин упоминали о рождественском посте в своих творениях. Многие святые отцы писали о нем в своих проповедях. И в 1166 году на Константинопольском соборе при патриархе Луке и императоре Мануиле был установлен срок, в который должны поститься православные христиане. Этот срок был 40 дней, точно так же, как и Великий пост. Рождественский пост называется Святой Четыридесятницей. Рождественский пост начинается в день памяти апостола Филиппа. Поэтому Рождественский пост называется еще Филиппов пост. Очень хочется сказать, что пост заключается не только в воздержании от пищи и питья, но прежде всего в очищении духовной стороны человеческой жизни, человеческого существа. Рождественский пост такой же строгий, как и пост Петров. Если взять устав православной церкви, то в понедельник, среду и пятницу разрешается пища без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье православные христиане, согласно уставу православной церкви о посте, принимают пищу с маслом. В субботу и воскресенье разрешается рыба. Также рыба разрешается и в великие и двунадесятые праздники, например, введение во храм Божией Матери. Также в дни памяти великих святых и храмовых праздников. Святая церковь заповедует нам поститься и четыре времени года освящаются постами. Пост Рождественский является последним постом в уходящем году. И нам необходимо помнить, что пост заканчивается 7 января, в день Рождества Христова. И особенно усиливается с 1 января до 7 января. В эти дни рыба уже не благословляется. И очень хочется напомнить, что в эти дни с 31 декабря и 1 января выпадает гражданский Новый год. И православным христианам надо быть особенно собранными, чтобы необузданным вкушением пищи, весельем, винопитием не нарушить строгости Рождественского поста. Святая церковь говорит нам, постимся телесно, постимся и духовно. И таким образом разрешим союз неправды, действующей в человеке. Так заповедует святая церковь. И мы тоже должны помнить, что лишь воздержание от пищи называется диетой. И спасение души человеку такой пост не принесет. Пост, прежде всего, православный пост, должен быть связан с молитвою, посещением богослужения в храме, частым причащением святых христовых таинств, исповедованием своих грехов. Участием в таинствах церкви. Пост связан с, опять же, напомню, с молитвой, покаянием, воздержанием от страстей, искоренением своих злых дел и прощением обид, если мы таковые имеем на кого-нибудь. И такой тогда пост будет благоугоден и Богу, и послужит во спасении нашей души. На этом наша телепередача окончена. Всех вас, дорогие телезрители, приглашаю в храм, чтобы Рождественский пост у нас прошел спасительно для нашей души. И чтобы мы, в меру своих сил, очистившись от грехов, срастей, могли с чистым и светлым сердцем и готовностью творить добрые дела, встретить великий двунадесятый праздник – Рождество Христово. На этом наша телепередача окончена. Всем желаю Ангела-Хранителя и Божьей помощи.